Вы смотрите «Встреча на Рифея». Честный разговор двух неравнодушных людей. В студии Светлана Заболоцких, а у нас в гостях вице-премьер правительства Пермского края Антон Удальев. Здравствуйте. Здравствуйте. Той Вадим Ильич, вот ровно год назад у нас в Пермском крае начал реализовываться проект формирования комфортной городской среды. 47 муниципальных образований приняли в нем участие. И я думаю, что какие-то итоги за этот год уже подвести можно. Вы вообще насколько удовлетворены тем, как реализовывалась эта программа? Самое главное, что мы достигли понимания людей, что в ближайшие 5 лет будет реализовываться программа благоустройства дворовых территорий. Мы это видим по откликам граждан как на портале «Управляем вместе», так и при личном общении при выездах на те самые дворовые пространства. Вы говорите, что слова благодарности звучат. Можно ли сказать о том, что люди стали активнее нести заявки на 2018-2019 год? Люди не то что стали нести заявки, сейчас новая концепция, которая предполагает учет всех дворовых территорий, подлежащих благоустройству. Что это означает? По итогам 2017 года было принято решение на уровне правительства России о том, что на территории всех поселений должна быть произведена инвентаризация всех дворовых территорий, подлежащих благоустройству. В сегодняшний день все муниципалитеты утвердили муниципальные программы по благоустройству, и содержанием этих программ является как раз информация от результатов инвентаризации. Мы понимаем, что все те дома, которые были проинвентаризированы и требовали благоустройства в течение 5 лет, должны быть благоустроены. То есть, так называют паспорт двора? Паспорт двора, он так и называется. А денег в этом году запланировано столько же, сколько в прошлом? Меньше не будет? Меньше не будет. В этом году запланировано 780 миллионов рублей, в прошлом году было 790. Плюс дополнительно в этом году выделяется 20 миллионов рублей на парки. Это отдельная программа, тоже в рамках в целом программ благоустройства. И то порядка 800 миллионов рублей только на 2018 год. И это не конец. Я еще раз повторю, что мы вправе ожидать гарантированно трехлетнего периода реализации программы. Было объявлено правительством России, что вплоть на пятилетний период мы можем планировать соответствующие программы благоустройства. Ну, вот, наверное, не все так было хорошо. Все равно какие-то, ведь, когда тем более проект пилотный, да, то возникают какие-то шероховатости, да, люди притираются. И вы между ведомствами, наверное, притираетесь. Потому что тоже это не секрет, да, что именно межведомственное взаимодействие всегда это минус. Минус в работе исполнительной власти. Здесь были какие-то недочеты, которые вы выявили, вот в этом году уже их не будет. У нас, смотрите, есть очень большая цепочка органов и учреждений, которые принимают участие в этой программе. Мы понимаем, что правительство России нам сверху спускает лимиты бюджетных ассигнований. Мы их получаем на уровне края. Софинансируем деньги из федерации краевым бюджетом. И еще и муниципалитеты тоже частично софинансируют. Не такой, конечно, большой степени, как край. И в дальнейшем эти лимиты доводятся до муниципалитетов. Муниципалитеты заключают договоры непосредственно с подрядчиками. И уже подрядчики выполняют работу, имея взаимодействие с самими жителями на восправляющей компании. Представляете, да, какая цепочка. Понятное дело, что проконтролировать от и до в каждом муниципалитете каждый двор на уровне края достаточно сложно. Для этого и был создан портал «Оправляем месте», чтобы мы могли оперативно получать информацию от самих жителей. Сейчас, в этом году, в 2018, с учетом опыта 2017 года, разумеется, будут учтены все эти вопросы взаимодействия. Мы будем получать также на сайте «Оправляем месте» информацию по всем дворам. Это раз, во-вторых, как вы понимаете, для того, чтобы перечислить деньги, должно быть заключено соглашение между муниципалитетами и краем, будет заключено соглашение, которое кардинально меняет правила взаимодействия муниципалитетов и краевой власти. Соответственно, в том числе в части оперативного получения объективной информации того, что происходит на местах в этих дворовых территориях. То есть, портал «Управляем месте» все-таки это такой реальный инструмент, вы считаете, по получению обратной связи? Портал – это реальный инструмент контроля со стороны самих жителей за действиями подрядных организаций. И вы получаете своевременную информацию. У вас, по-моему, там сроки Максима Геннадьевича на устранение очень жесткие установлены. В течение 8 дней или 7 вы должны отработать. Да, в течение 7 дней мы должны не то что отработать, мы должны получить информацию, считать ее, изучить о том, реально существует эта проблема или нет. Мы понимаем, что могут обратиться, но что-то не заметили, не обратили внимания. На самом деле этой проблемы нет. Но, соответственно, должен быть мотивированный ответ, что проблемы нет. Если проблема есть, она должна быть устранена и в этом должно быть сообщено в эти короткие сроки на портале «Управляем месте». Проводили анализ, что люди в первую очередь просили устранить, отремонтировать в их дворовых территориях? Самая большая проблема заключалась в том, что, к сожалению, подрядчик, выходя на работы, разрывает двор и бросает работу. Соответственно, жители не могут понять, вроде как, вроде хорошее дело делают, а стало еще хуже. Такие случаи были. И сейчас мы, в первую очередь, будем обращать на это внимание. Вторая ситуация – это несоответствие самого проекта и выполняемых работ. Но на картинке одно, а по факту другое. Причем мы понимаем, что изначально предполагалось сделать то, что сделали, и мы понимали, что проект нарисовали, честно говоря, не то, что должно было быть. Бывали случаи, когда действительно по проекту нужно было сделать ровно то, что жители просили. Сделали не то, переделывали. И очень много было проблем и вопросов, связанных с установкой бордюров, поскольку их ставили слишком высоко. И как мамы с колясками, так и маломобильные группы населения не могли воспользоваться въездом на тротуары. А в этом году как-то характер заявок уже меняется, но все равно определенное количество дворов вы отремонтировали, привели в надлежащее состояние. То есть запрос у людей уже идет дальше, например, нам нужна уже спортивная площадка, или нам надо детскую площадку обустроить, или тут все заасфальтировать. Теперь нам автопарковочные места, пожалуйста, сделайте так, как положено. В этом году мы сделали несколько даже проще. Мы систематизировали те запросы населения, которые были в 2017 году, и поступили следующим образом. И это нужно довести до информации до жителей в обязательном порядке. Если в прошлом году двор мог получить и благоустройство в виде освещения, урн, лавочек, парковок, асфальтирования, детские площадки, спортивные площадки, на сегодняшний день мы понимаем, что жители говорят, дайте нам минимальный перечень видов благоустройства. Это первое, что вы должны сделать, и мы понимаем, что мы больше сможем сделать. Поэтому на сегодняшний день все дворы, которые включаются в программу, имеют минимальный перечень видов благоустройства. Это освещение, урны, лавочки, асфальтирование и в случае наличия согласия жителей устройство парковочных мест. Все иное, все остальное не будет финансироваться за счет средств программы формирования комфортной городской среды, федеральной программы, а будет спонсироваться за счет иных муниципальных программ и депутатских программ. То есть мы сейчас решили синхронизировать программу формирования комфортной городской среды и программы муниципальные и депутатские программы. Соответственно, мы понимаем, что большее количество людей получат благоустроенные дворы, а депутатские корпусы и муниципалитеты в рамках своих уже местных программ будут добавлять, что называется, фаршировать то, что сделано в рамках федеральной программы. Ну это же очень грамотный подход, то есть в принципе жители получают возможность, гораздо большее количество жителей Пермского края уже в этом году имеют возможность получить как бы комплексное благоустройство своего двора, но при учете, что они вовремя заявились и у вас, и депутатов своих, и в муниципалитетах. Я правильно понимаю? Охват населения гораздо больше, да, с таким подходом, который получает этот минимальный перечень видов благоустройства. Кроме того, хоть это и не входит в федеральный перечень, мы к минимальному виду работ, минимальному перечню установили, что в случае проживания в том или ином доме лица, относящихся к маломобильным группам населения, в обязательном порядке должны быть подготовлены пандусы. Это обязательный вид, он тоже должен быть учтен муниципалитетом при организации подрядных работ. А что за проектный офис вы создаете? Это что? Для кого? Проектный офис. Конечная цель, конечно, жителей. Но в этой цепочке есть промежуточное звено в виде муниципалитета. Мы также на фоне того, что видели в 2017 году, понимаем необходимость максимально комплексного подхода к реализации общественных пространств. Поскольку часть денег идет на рамках этой программы на дворовые территории, а часть на общественное пространство, мы задумались о том, что общественные пространства, помимо всего прочего, должны иметь единый подход к чему. Первое, это возможность использования тех общественных пространств, которые реализуются в рамках программы в зимний период времени, а не только в летний. И второе, это возможность культурного наполнения этих площадок в любой тоже период времени. Соответственно, проектный офис нужен для того, что как только соответствующий муниципалитет изготовил дизайн-проект, либо проект общественного пространства, он проходит согласование в нашем проектном офисе, где у нас находятся и трудоустроены архитекторы, дизайнеры, которые изучают на предмет совместно, причем с Министерством культуры Пьернского края, вот все те вещи, которые я назвал, в том числе культурного наполнения. И, соответственно, только после этого проект, проходящий согласование в проектном офисе, может быть реализован. Это раз. Во-вторых, те муниципалитеты, которые не могут самостоятельно организовать работу по дизайн-проектированию общественных пространств, могут обратиться непосредственно в проектный офис. Проектный офис выполняет еще и некую социальную функцию, поскольку у нас есть соглашение с нашими университетами, что те студенты, которые проходят обучение на архитектурных специальностях, могут участвовать в подготовке эскиза дизайн-проектов на эти общественные пространства. Соответственно, мы с вами получаем и взаимодействие со студенческим сообществом, и муниципалитеты получают дизайн-проекты, разумеется, которые будут также изучены нашим проектным офисом специалистами, например, того, чтобы те дизайн-проекты, которые зарисовали студенты, могли подойти и соответствовать критериям для муниципалитетов. Более того, еще немаловажно, здесь, наверное, если нас слушают студенты, и, надеюсь, они слушают, и должны знать, что сейчас мы заключили соглашение с студенческими стройотрядами, и с муниципалитетами у нас есть соглашение, что стройотряды студенческие также будут привлекаться к выполнению работы, получают за это деньги. Это все уже сейчас, в 2018 году? Все, это уже будет реализовываться, да, есть единый подход, единая система. Вы тоже анализировали, какая из территорий Пермского края была наиболее активна, кто был в аутсайдерах и насколько меняется прогнозно в этом году или в следующем ситуации? Я не хочу, как говорится, никого хвалить и никого ругать. По одной простой причине. 2017 год был некий пилотный год, и мы понимаем, что были проблемы и на краевом уровне определенные, и были проблемы на муниципальном уровне. И эти проблемы мы попытались решить, переняв опыт хороших территорий, да, скажем так, и поняв негативный опыт не очень, и поэтому у нас сейчас есть новая система. Поэтому, ну да, были определенные погрешности, но которые мы на самом деле с успехом прошли. Есть много ярких примеров, когда не очень выдающаяся территория выходила на новый уровень. Так, например, Лысинский городской округ очень долго двигался, ну скажем так, да, нарушал сроки. Но в конце концов, что нас здесь подвигло, так, реализации проектного офиса, мы силами вот этих экспертов, архитекторов, дизайнеров самостоятельно начали помогать Лысинскому городскому округу с дизайн-проектом и его реализацией. Результат на сегодняшний день есть, и, соответственно, вот плохой опыт реализовался в создании уже проектного офиса и его системной работы в 2018 году. Ну, то есть у каждого есть возможность проявить себя. Да, конечно. Спасибо большое за то, что вы нашли время в своем таком плотном графике, да, и приехали на нашу передачу. Вам спасибо. Вы смотрели «Встречи на Рифе» и смотрите нас каждый четверг. Будет любопытно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова